Обещанный сюрприз от Марии Захаровой Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России, он сравнил его с Олимпийскими играми 36-го года в Третьем Рейхе. Мы обещали Борису Джонсону сюрприз, вы же знаете, свои обещания мы держим. Итак, серьезно оценивать эти доказательства, потому что и так все понятно. Так вот, один из экспертов, еще раз говорю, не в эфире российских средств массовой информации, а в эфире американских средств массовой информации, тех самых СМИ, которые содержатся на американские деньги, задался вопросом. Зачем вообще нужны доказательства? Но ведь уже такое количество стран поддержали Великобританию. И дальше цитата. Вы что думаете, весь мир идиоты, а одна Россия умная? Заметьте, не МИД это сказал. Это сказал американский эксперт, это сказал эксперт, который работает в Американском аналитическом центре. Вы знаете, да, так бывает. И так было с Ираком. Так было, когда наши западные партнеры, Вашингтон и Лондон, показали всему миру пробирку, и весь мир действительно поверил. Потому что пробирку они показывали в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Прошло 10 лет, и все поняли, что были действительно, извините, но я цитирую эксперта центра Карнеги, идиотами. И потом за это долго извинялись. Правда, жизни людей уже не вернуть. Мы обещали в связи с заявлениями господина Джонсона, который сравнил чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России, он сравнил его с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем Рейхе, мы обещали Борису Джонсону сюрприз. Вы же знаете, свои обещания мы держим. Итак, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на чемпионат мира по футболу 2018 года в России не приедут официальные лица и члены королевской семьи. Это важная информация в контексте того, о чем мы сейчас будем говорить. Еще раз говорю, не приедут официальные лица и члены королевской семьи. 21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по международным делам, согласился с тем, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем Рейхе. Цитата. Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно. Прокомментировал заявление Джонсон. Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира на всех стадионах, да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно. Конец цитаты. Господин Джонсон, вы о чем? Давайте разберемся. Первое. Может быть, вы о спорте? Если вы о спорте, если вы об организации самих международных мероприятий в сфере спорта, если вы говорили о уровне организации Олимпийских игр, то просто следует признать, что в тот период времени Международный Олимпийский комитет официально отметил высокий уровень подготовки и проведения этих игр. Мы погрузились в архивы, подняли депеши советского посла. Так вот, советский посол Яков Сурец в своем послании в Москву, донесении, шифропереписке, согласился с оценками Международного Олимпийского комитета о порядке и хорошей организации той Олимпиады. Второе. Может быть, Борис Джонсон имел в виду не спорт и не организацию спортивного мероприятия. Тогда что он имел в виду? Есть подозрение, что он говорил о политической ситуации в Германии того периода и об отношении к происходившему тогда со стороны британского политического класса. Если об этом, то мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на упомянутых Олимпийских играх 1936 года, о том, какие люди представляли Великобританию в Берлине в 1936 году. Нам удалось найти выпущенную в 1936 году в Германии официальную брошюру, которая называется «Почетные гости 11-х Олимпийских игр». Она у меня в руках. Честно говоря, все, что связано с той эпохой, с теми событиями и с той политической обстановкой, тем более, мне даже, вот, я вам искренне об этом говорю, мне даже, ну, неприятно держать в руках. Это такой привет из прошлого. Но пришлось все это проштудировать. Для вашего удобства мы представляем вам слайды, которые также будут сегодня доступны на наших информационных ресурсах. Итак, кто же представлял Великобританию на Олимпийских играх 1936 года? Начинаем. Первое. Лорд Портал Лаверсток. Второе. Капитан Эван Хантер. Они были представителями и председателем Национального Олимпийского комитета Великобритании, генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета этой страны. Теперь переходим к представителям Великобритании в Международном Олимпийском комитете. Это Теперь переходим к британскому представительству Международных спортивных федераций, которые также присутствовали в Берлине. Уильям Джонс, генеральный секретарь Международной Федерации Баскетбола. Сэр Уильям Бёртон, председатель Международной Федерации Парусного Спорта. Майор Экстел Смит, секретарь Международной Федерации Парусного Спорта. Это означает одно, что указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой. Они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 1936 году в Берлине с местным официозом. В отличие от представителей дипломатического корпуса, который аккредитован был в тот момент в Германии и присутствовал на мероприятиях в рамках функциональных обязанностей, который просто обязан был выполнять. Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. Я хотела бы ещё раз подчеркнуть. В Берлин Гитлеру в 1936 году они приехали как представители британского истеблишмента, члены палаты лордов, аристократы. Я хотела бы напомнить, что к 1936 году Германия была уже отравлена в соответствующей идеологии. Я не буду даже говорить о той политической атмосфере, которая творилась. Я хотела бы напомнить вам о том, что к этому моменту уже была создана система концентрационных лагерей для противников нацистского режима, а социальных элементов осуждённых лиц и других категорий граждан действовали нюрнбергские расовые законы. Важно сказать, что вплоть до 1952 года, когда состоялась Ледняя Олимпиада в Финляндии, Советский Союз не принимал участия в Олимпийских играх. Советский Союз проигнорировал и игры в Берлине. Не участие в сборных Советского Союза в Олимпийских играх в тот период были связаны с рядом политических, идеологических причин. Об этом много написано. А также с тем, что Международный Олимпийский комитет отказывался от прямых контактов, но высоко оценил организацию Олимпийских игр в Берлине. Национальный Олимпийский комитет Советского Союза был создан 23 апреля 1951 года. Я не буду ударяться в историю, вы можете это сделать сами. Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите выражаться, вызывающим тошноту участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды, делали в гостях у Гитлера? Расскажите своей стране. Но на этом мы Британию не покинем, потому что Борис Джонсон сделал массу других высказываний. Помимо Третьего Рейха он вспомнил еще и о Достоевском. Так, министр иностранных дел Великобритании, тот же самый Борис Джонсон, в ходе выступления 28 марта, сравнил так называемое дело Скрипалей с действиями, описанными в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Цитата. Это, имеется в виду все дело происходящее, это скорее похоже на начало преступления и наказания. В том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают. Говорится в тексте речи Джонсона, она была опубликована на сайте британского МИДа. Борис, скажите, а вы преступления и наказания все-таки до конца дочитали или так на начале остановились? Раз уж вы решили вспомнить творчество Достоевского, тогда давайте обратимся к образу и мыслям пристава следственных дел, а именно, проще говоря, следователя Порфирия Петровича, который весьма придирчиво и, в отличие от вас, дотошно, вел дело об убийстве проценщицы и ее сестры. Вы знаете, в отличие от вас, мы Достоевского читали. Мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михайловича. Я понимаю, что сейчас для многих будет шок, но держитесь. Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек. Специально для Бориса Джонсона. Цитата из Достоевского, переведенная на английский язык, английская пословица. From a hundred rabbits you cannot make a horse, a hundred suspicions don't make a proof. Борис, читайте Достоевского, вам полезно. Еще одна цитата. Вы вот изволите теперь еще говорить. Улика. Да ведь оно, положим, улика. Да ведь улики-то, батюшка, от двух конца, большую-то частью. А я ведь следователь. Стало быть слабый человек, каюсь. Хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы такую уличку достать, чтобы на дважды два четыре походило. На прямое и бесспорное доказательство походило бы. Это тоже из Достоевского и тоже о Порфире Петровиче. В этой связи напоминаю, что британская сторона, еще раз напоминаю, пренебрегая всеми нормами международного права, весьма поспешно заявила о причастности России к отравлению вообще без какого-либо следствия и без каких-либо улик и так далее. Лондон до сих пор не предъявил никаких доказательств и даже не обрисовал никакой конкретной картины произошедшего. Если есть у вас какие-то иные сведения, предоставьте. Прозвучали многочисленные обвинения в адрес России в отравлении собственных граждан, в использовании боевого отравляющего химического вещества. Была развернута масштабная политическая и медийная кампания. Еще раз хотел бы подчеркнуть. Вновь российская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту. А также не имеет никакой официальной информации от Лондона. А уж если проводить вот такие литературные параллели, то на роль Родиона Раскольникова, Борис, это начали вы. Подходит бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он принял решение о начале агрессии против Ирака в 2003 году под предлогом наличия у этой страны оружия массового поражения. И все знали, что этого оружия нет. Все знали. А потом он просил прощения. И раскаялся, и признался. Насчет раскаялся не знаю, но признался точно. Я напомню опять же слова Тони Блэра. Я несу полную ответственность за любые без исключения ошибки, без всяких оправданий. Я выражаю глубочайшее сожаление в связи с жертвами операции в Ираке и выражаю поддержку нашим вооруженным силам. Господин Джонсон, а вы найдете в себе силы и смелость раскаяться в отсутствии у вас каких-либо доказательств виной России и в отравлении, возможной причастности к отравлению, которое имело место на британской территории. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья. Оставляйте комментарии, друзья.